всем привет с вами рома а вы смотрите дайджест еженедельный крипто дайджест и так на прошлой неделе подразделение японской токио electric power company сообщил о том что начинает майнинг биткоина здесь вы можете спросить да что с того кто сейчас вообще биткоин не манит но важно здесь совсем другое важно в том что во первых эта компания номер четыре по своим мощностям добывания электроэнергии в мире а во вторых она будет майнить за счет излишней электроэнергии если вы дорогие зрители в курсе или не в курсе то проблема излишней электроэнергии у добывающих компаний это просто беда дело в том что даже при скидках на эту электроэнергию на самом деле и просто так продать нельзя потому что рынок переполняется кто-то другой не покупает и в конечном итоге основные поставщики электроэнергии все равно рынок переполнить ей не могут если нету потребителя или на энергии остается невостребована это наносит огромный ущерб электро добывающим компаниям потому что они не используют оборудование эффективно их издержки начинают расти но что самое что главное они перед тем как эту электроэнергию избыточную начинают закачивать в рынок цена на нее падает для них это просто беда так вот за счет того что электроэнергия образуется избыточная ее можно использовать для майнинга эти издержки компании начнут сокращать но самое главное ключевой в этой новости то что тем самым майнинг биткоина таким подходом будет происходить за счет более дешевой электроэнергии и вспоминая все разговоры о том что майнинг рушится потому что рынок падает майнеры капитулируют закрываются фермы хешрейт сокращается и вот-вот сейчас кто-то сеть взломает он не взломает а там использует атаку там 50 плюс процентов постепенно шаг за шагом это лишь небольшой маленький шаг начала этого пути постепенно будет закрываться этот вопрос эта проблема в том числе потому что постепенно крипта начнет майниться за счет вот такого подхода тем более все увеличивающимся трендом перехода перехода на возобновляемые источники энергии проблема излишней электроэнергии возникает все более остро потому что в отличие от добычи которую взять можно и сократить например зеленая электроэнергия не поддается таким регулированием значительное там увеличение допустим потока ветра выработка электрогенераторами не позволяет просто взять их из там остановить или сократить ты можешь попросить ветер дуть меньше и в этом как раз большая проблема зеленой энергии потому что ее добыча происходит непостоянно количество солнечных дней может увеличиться или сократиться так вот эта проблема то есть добыча крипто майнинг крипто помогает решить эту проблему здесь есть обратная сторона медали заключающиеся в том что человеческая жадность может сыграть злую шутку и допустим при растущем рынке майнинг будет настолько выгоден что электродобывающая компания может в жертву своих потребителей майнить больше но это другая история мы оставим за скобками тем более обещал начале выпуска что буду не так детально погружаться в новости почитал я ваши комментарии к предыдущему видео кстати за них спасибо и в этот раз начну их непосредственно применять постепенно шаг за шагом чтобы общее направление видео не колбасила из стороны в сторону на общую суть я уловил больше фактов меньше воды и плюс говорить о том что произойдет в будущем с влиянием на непосредственное сейчас так и начнем сегодня мы с вами затронем много важных тем но чтобы в них не запутаться и излишне не погрузиться в ненужные детали я для простоты понимания их разделю на два основных раздела первый это крипто рынке и что с ними непосредственно связано и в них происходит а второе это законотворчество сша это важный раздел потому что именно сейчас в ингрессии сша начинаются слушания не просто по делу сек и гэри гэнслера а их нарушений и злоупотребление властью это будет интересно так что оставайтесь и поехали идем дальше переходим к крупнейшему оттоку за неделю с бирж биткоина начиная с мая этого года более того ситуация сложилась на начало этой неделе а на момент подготовки этого выпуска ситуация в хорошем смысле только усугубилась отток продолжается и если посмотреть вот на этот график вы можете увидеть что товарный запас ну то есть инвентарный запас там запас биткоинов на биржах продолжает сокращаться невероятными темпами с этого года и судя по графику он не собирается замедляться не буду объяснять в деталях что это значит скажу лишь что если спрос хотя бы остается на месте а предложение сокращается то рынок реагирует и цена начинает расти не буду вдаваться в подробности оставлю это для своих коллег у аналитики скажу лишь что данное проявление является очень позитивным для нашего с вами ожидания но наконец-то начинающегося может быть в будущем я очень надеюсь агрессивного бычьего рынка и здесь внезапно отличается британия и причем не британскими учеными а все дело в том что правительство британии взяло и приняло закон о том что криптовалюта заметьте не только биткоин является частной собственностью а знаете что это такое а это значит что любые операции по покупке продажи обмену залогу да и массы других операций теперь в британии легальны причем не только среди физических лиц но и среди юридических а также в любых комбинациях юридических и физических лиц да здесь есть масса всяких деталей подводных камней нюансов таких как использование конкретный случай применения на там токенов и криптовалюты в любом случае пусть это даже не такой детальный всеобъемлющий свод законов как например европейский мика но все же британия сейчас сделала шаг вперед на пути того чтобы стандартизовать и определить статус криптовалюта в своей стране это очень здоровый и очень позитивный шаг означающий то что еще одно правительство одной страны занимается этим вопросом в определении что такое крипто как с ним работать и каков его юридический статус и это очень позитивно а тем временем microstrategy со своим бессменным лидером майклом сейлором взяла и купил еще биткоина в количестве 18 тысяч 300 на общую сумму больше одного миллиарда долларов это произошло больше недели назад в течение где-то недели они это все скупали а на этой неделе microstrategy сообщила что собирается выпустить еще старших облигаций примерно на 700 миллионов чтобы купить еще 12 с половиной тысяч биткоинов что здесь можно сказать ребята всасывают биткоин из рынка как пылесос и при всем этом они топ-1 snb 500 обойдя nvidia который невероятно за последний год выросла в цене на хайпе искусственного интеллекта лично мое мнение конечно что такая стратегия довольно рисковая потому что когда у тебя в капитале основной актив это биткоин который может взять его на части рухнуть все знаем как крипто может упасть корона дамп был тому подтверждением да это был скажете в этом пандемии это бывает редко черный лебедь приходит незаметно когда его никто не ждет и он может очень сильно обрушить рынке и когда твой основной актив напрямую зависит с ценой какого-то там элемента рынка это реально рисково ты можешь потерять очень многие деньги потерять кредит способность верней платежеспособность по кредитам привлеченных средств но это другая история как я обещал не будем погружаться в рассуждение факт есть факт microstrategy скупает биткоины как не в себя это на самом деле хорошо потому что это уменьшает количество свободного биткоина и является одновременно индикатором того что майкл сейлор же не единственный кто принимает решения в компании все-таки совет директоров и люди в окружении его окружении поддерживает эту идею понимаю что наверное да стратегия работает и они продолжают исследовать наша с вами задача просто не вестись думать своей головой не забывая что все что я говорю это не является финансовым советом и тут мы с вами переходим к политизированному крипто регулированию а также к вероятному нарушению закона о найме сотрудников на государственной должности гэри гансля это так разозлило и взволновало конгрессменов что они назначили слушание в три этапа которые начинаются с 18 сентября то есть момент выхода этого видео скорее всего вчера первыми начнут давать свои показания бывшие высокопоставленные сотрудники самой сек и основные к ним вопросы будут заключаться в том на основании чего и каким образом принимались те или иные решения в адрес крипто проектов которые в дальнейшем подвергались преследованию законом и с учетом того что на мой взгляд главный козырь гэри генслера и сек прецедент шеврон был отменен верховным судом сша пару месяцев назад а также то что буквально несколько дней назад изначальный иск binance всех исправила и ключевое что она там исправила термин термин криптоценная бумага признавая тем самым что он выдуман и не имеет никакой юридической силы а дословно там сек сказала что она сожалеет о том что вводящий в заблуждение термин криптоценная бумага был использован в претензии то есть жесть как она есть я могу себе только представить вот из этих аргументов и скажем так защищающих позицию гэри генслера на слушаниях опорах этих фактах как он будет отвечать на вопрос о том является ли эфир ценной бумагой помните как патрик макгенри сдавала макгенслер с трясущими руками говорил что из какого-либо предосуждения и этот вопрос не могу на этот вопрос ответить суд все решит а суд все решил шеврон до свидания соответственно хоуи до свидания нужно рассматривать конкретный случай токенов торрес что сказала а криптоценная бумага повторяюсь расскажу в лучшем случае не четкий в лучшем случае запутывающий теперь генслер это сам признал ну сек признал я не могу представить как он будет выглядеть жалко и что он будет говорить когда будут задавать те же самые вопросы а вся его аргументация которая раньше опирался вот на эти две вещи которые теперь что уже ушли их теперь нет то есть он будет говорить ну да вот я творил дичь простите меня больше не буду жесть жду не дождусь когда появится первые видео отчеты судеб не судебных слушания с конгресс уж не конгресса мне кажется генслер их не переживет но даже если он их переживет это сейчас все прямиком идет к тому чтобы его с позиции убрали независимо от того какой президент будет там демократы выиграют или республиканцы бизнес и традиционные финансы которые под горло по уши влезли в крипто президенты которые получают пожертвования в крипто причем основа объема образующий пожертвования в крипто сейчас зададут генслер генслер а как же ты так защищаешь наши интересы что бизнес связанные с крипто бежит другие страны а все твои аргументы сводится к тому что без каких-либо предосуждений суд решит все вот это ведь это сейчас все и запасайтесь попкорном и следим за тем как события будут развиваться осталось буквально подождать неделю но мы движемся дальше пара слов о том какие мероприятия нас ждут в ближайшие дни недели что они значат и как они повлияют на нашу с вами жизнь связанную с крипто прямо сейчас момент записи этого материала фрс происходит заседание на котором решается судьба ключевой ставки и и сократятся огромную вероятность но на 05 или 025 я не знаю для крипто рынка в краткосроке и даже средней сроке это имеет значение небольшое дело в том что сокращение ставки идет следом за сокращением инфляции которая означает оздоровли оздоравливание рынка и вот только оздоравливание рынка уже на крипто и на другие рынки реально повлиять может ведь никто не хочет инвестировать в рынки которые имеют большой риск коллапсирования сокращения когда падают цены там на активы правильно деньги обычно оттуда вводят такие моменты и как только рынок начинает вставать на ноги приходят в себя деньги естественно туда возвращаются возвращаются они в традиционные финансы возвращаются не в крипто поэтому по мере роста оздоравливания рынка не учитывая конечно еще хайп и вот этот взрывное ожидание того что все теперь от понеслась ракета конечно деньги начнут крипто возвращаться естественно это сыграет позитивную положительную роль как бы влияние но как быстро это произойдет сказать не могу и даже и не хочу главное что знаете что сокращение ставки сокращение инфляции и вообще в целом в мире не только в сша это хороший процесс это нужный процесс поэтому то что сейчас это происходит она неизбежно бы произошло вопрос только как быстро мы его ждали и вот теперь скорее всего мы его дождались это позитивная новость и еще одна интересная новость нас ждет на следующей неделе а точнее 25 сентября проект я вас на эту дату запланировал hard fork не ожидали вот я тоже когда читал эту новость если честно вообще не поверил своим глазам сразу потому что от проекта последнее время не так много новостей и уж чтобы hard fork да еще с двумя крупными изменениями первые из которых это общая оптимизация и улучшение производительности и так неплохого самого по себе блокчейна со смарт-контрактами кстати а второе это изменение и апгрейд системы управления блокчейном да он постепенно идет в том же направлении что и кордону хотя не с таким размахом но что самое главное от старичков мы слышим не просто новости а внедрение довольно таки передовых и крутых решений как вы знаете дорогие зрители я питаю чувство довольно теплых старым проектом которые не только не сдаются но пускай и не задают планку но держатся в строю и не отстают это здорово я все таки вкратце расскажу о свое мнение относительно этого проекта сложный с одной стороны противоречивый но очень интересно я уверен что единицы из зрителей имеют собственный некос идеальный кошелек на этом блокчейн потому что даже сделать его на нем довольно сложно мне реально интересно из всех кто посмотрит и кому будет не лень написать комментарий напишите у кого есть собственный адрес собственный кошелек своими приватными ключами на блокчейне я уверен что такие будут вот реально единицы давайте посмотрим в любом случае я очень рад эту новость слышать с вами поделиться потому что когда старички не то что не закрываются не сдаются а еще продолжают активно развиваться и делать такие серьезные изменения в своей инфраструктуре это реально радует и последняя тема сегодняшнего выпуска но совершенно не по важности это ваши бесценные комментарии и начну я с утверждение о том что какой бы из кандидатов не победил в президентской гонке сша крепких она так и есть но есть нюанс дело в том что оба эти кандидаты уже настолько прижаты с темой крипты ты им просто на мой взгляд не отвертеться от нее и никак не избежать нельзя закрыть и заблокировать то то эволюционно уже здесь и на твоем и на пороге твоего дома подтверждение моих слов хочу сказать что пожертвования которые получают кандидаты в рамках своей президентской гонки этой компании в большей степени уже приходят в крипте и это еще не все слушание в конгрессе о которых я говорю буквально недавно имеют на самом деле название я не сказал какое хотите узнать какое а я вам сейчас скажу ошеломленный и растерянный ломая политизированный подход сек цифровым активом как вам вы можете представить как генслера будут отжигать и отжаривать на этих слушаний в конгрессе вот почему это реально интересная тема я к ней вернусь обязательно в ньюс блоках на бла-бла крипто и очень вероятно что даже на следующей неделе посмотрим как будет дайджест возможно я какие-то новости туда тоже включу но мы движемся дальше и переходим к комментарии о том что является ли рома и и нет я сейчас прям при вас пройду капчу вот здесь смотрите светофор 1 2 3 4 кусочки все готово папа ладно переходы так 1 2 дорожка 3 оба точек непонятный ну ладно давай так оба с велосипедами 1 велик 2 велик 3 велик так это автобусы и мотоциклы ну да вот так оба в общем не верьте капчи верьте мне я рома я не и и это был дайджест увидимся через неделю